Сделано в ветке Слушай, вот задумался и правда Сегодня у нас 86-й год Ну что, начнем Готовьтесь, да, 86-й год Самый Год, конечно, противоречивый И Насыщенный событиями Но об этом чуть позже Сухой закон Усорение, перестройка Плюрализм, новое мышление Мышление, говорил мышление Горбачев, мышление Ускорить, углубить То еще ничего не знает В 86-м Году Сразу, видимо Действия Горбачева Были народом восприняты Правильно Они того и стоили И стали моментально Про Брежнева же долго не было А про Горбачева тут же Едет Горбачев по Москве за Вот и стоит огромная очередь Он возмутился, остановился Вылезает Встал и говорит Иммунисты есть Там полочереди выходит Гонать надо Сахара нету, Михаил Сергеевич Да, там много было Это не столько програбатывало Сколько про Сухой закон Вот я упомянул Про Брежнева Сейчас Кто-то случайно Тут попался Надо было Ну, году в 76-м Но не удержусь Сейчас тоже Он может По Сухому закону Имеет отношение Два Вампира Брежнева В темной аллее Поймали И голову ему Отгрызли Один говорит другому Ну чего, давай А второй Я из горла не пью А зря Все-таки И пять звездочек Ну да, был такой Был Ну вот В общем Страна на перепутье До Конца СССР Остается пять лет Но об этом еще Никто не знает И Равия Бакатин Со своими Нововведениями Об этом мы говорили В прошлый раз Но все это Конечно Померкало На фоне Событий 86-го года Вот, наверное Это самый печальный год В истории В новейшей истории России Это коснулось И нашей области Ну, прежде всего Это строфа в Чернобыле 26-го апреля Взорвался четвертый Энергоблок Об этом все детально И подробно Было в недавно Прошедшем Фильме Сериале Чернобыль А тогда Работал у меня Там Одноклассник Александр Удрявцев Ну Окончил он Питерс И политех Инженер Атомщ Поехал туда Вот Раз он Был инженером И проходил Стажиров У нас Старшего инженера Управления Реактором И написал письмо Ребята Я в отпуск Еду Раз в конце апреля Начале мая Все Встречайте Буду Тогда-то Тогда-то Ну вот Там Эксперимент Решили провести И Вот Задержусь на пару дней Вот на 26-го Апреля А в этот день Мы были На охоте На весенней Лежали Ночью Стра И я Был у меня маленький приемничек Вот я узнал Слушал радио И Передали Там Буквально на 2 секунды Что вот Произошла там Даже Атастрофа не было Произошла авария На Чернобыль С АЭС Там Никтое слова-то Этого не знал Вот Там Частично Что-то разрушенное Перекрытие Погиб один человек Пострадало еще Несколько И вроде Все принимаются Меры по устранению Все Мы думаем Ну вот Утряцев приедет Все Что там у них Там Вот Нету И нету И нету Потом Вот раз И узнаю Все в шестой линии И вот тогда Мы вот То что в фильме Показали Мы раньше Знали все эти Детали Я был И в этой линии И в той палате Где лежали Чернобыльцы И пожарные И персонал Станции Кстати Удрявцы упомянули В этом фильме Фамилия звучала Вот правда Не было Дублера Ну там не было Сходства портретного Но сейчас Вот на нашей школе 37-й висит Памятная доска Конечно Вот через все это Он прошел Мы же Даже не представляли Вот И испытания И мучения Были Вот потом У облучившихся Но Тем не менее Вот Оснулась и дальше И Ведь Все выгребали Тогда вот Почему уровень жизни Упал Сразу весь Ладно там Химэлементы Весь бор Весь свинец Там Все Железнодорожные Составы Все Эти грузовики И откуда Из сельского хозяйства Откуда нашли Все Забрали Надо было Эрмит Чернобыль Снабжение городов Упало Но это Это было ощутимо Но все понимали А ведь народ Народ радовался Я помню Эти работяги На заводе Моя О В Чернобыль На месяц Вина попьем Да С радостью Че тут у этих Станков стоять Вот Ехали Не знали О да Не знали Зачем Вот Потом Видимо Столкнулись Да и потом Они все осознавали Это Когда уже Многие болеть начали Вот Меня до сих пор Терзает мысль Что не дай бог Если Бы Сейчас подобная Техногенная Катастрофа Тогда же ведь Дурили Всегда Обманывали Умалчивали Вот Инот Даже Не в этом сериале Чернобыль А в другом Было Солдат Безропотных солдат Уже Нагнали Особенно Эти Средней Азии Там Малогромодных Узбек А ну ребята Давай вперед На трубу Лезь Кто там Четыре раза Слазит И Домой сразу Домой На дембель Вот Ура Там побежали Надо 7 ноября Там Установить Флаг На этой Да невзирая Надо там Убрать Графит Давай Солдат С лопатами И прочих Жертв Хотя Ведь и другие Страны Предлагали Помощь Ведь были И это Наверное И механизм И возможности Не Вот А сейчас Вот Все же знают Что Снова Могут Точно Бросить Человек Что он Стоит В нашей Стране Поедут Есть Есть Ресурс Человеческий Который Может Спасти От Подобной Аварии Ну Пусть Лучше Бы Не Повторялось Но Вот Все Погибли люди Там Погибли Герой И Спасая Все Это Нельзя Было Писать И Даже Небольшую Статью Я уже В газете Работал Про Удрявцева Ну Журналист Уже Был Влиятельный Валера Фоин Уже По тем Временам Он Был Вот Он Ходил В Ом Партии В Идеологически И Одел Свистунову И Договорился Что Не Упоминать Ни о чем Были Там Отследил Что И Почему Там Было Тогда И Нам Не Говорили И Первый Май Прошел Надо Было Провести И И У У Нас И Всюду Все Под Эти Хотя Под Лозунги Прежние Под Фанфары Что Делать Но Это Не Была Единственная Авария Я Почему Говорю Что Черный Год Так Ладно Там Народ Кстати Вот эти Очереди За Алкоголем В том числе В Иреве Они сыграли Огромную роль Что В принципе Народ Был Разобщен А да Люди Часами Это же Стояли По 2-3 Часа Это был Клуб Общения Это был Обмен Идеями Это Был Посев Идею В голову С Несформировавшимся Мнением И Поэтому Наверное Эти винные Очереди Они Ускорили Процесс Не только От недовольства Но и От понимания Происходящего Ускорили Процесс Гибели СССР Вторая Тоже Техногенная Катастрофа 86-го года Я понимаю Что это тоже Не в Иреве Но Вот Общий фон Тут Никуда От него Не денешься И все Ну Помните Что на Выходе Из порта Новороссийск Крупнейшее Пассажирское Судно Адмирал Нахимов Столкнулась Сухогрузом Петр Васев За несколько Минут Вот этот Нахимов Затонул И несколько Сотен Человек Больше Четырехсот Четырехсот Насколько Помню Двадцать Три Из Двенадцать Из Тысячи Двухсот Трех Человек Вообще Эти капитаны Нарушили Все Что Могли Эти все Пароходы Они Были Ну Они были Во-первых Старыми Особенно Вот Пассажир Чуть ли Не с войны Каждый год Штукатурили Латали Возил Туристов Я помню По телевизору Вот эти Жуткие кадры Когда Снимали Под водой Когда водолазы Находили Эти тела В рютах И доставали Доставали Вот без конца Вот наверное На всю жизнь Это Бьет по Нервам Пожалуй Не хуже Чем Все эти Постановочные Фильмы С ужасами Вот Такая была Трагедия Ну Справедливости Ради Следует отметить Что Не только У нас в этом году Почему-то Ровой год был Для многих В этом же Восемьдесят шестом году После Взлета Через несколько минут Или даже секунд Взорвался Космический корабль Челленджер Ну Наверное Многие помнят Съемки Когда стоит Народ радуется Это летит И потом Раз Вот это Вспыш Это 28 января Да Облом И падает Горбачев Выразил Соболезнования Американскому народу Ну Злой А тот был Там что За день До трагедии Ну Это неправда Конечно И тем не менее Там вообще Между прочим Уже У меня Почему Эта дата Четко Отпечаталась 28 января Дело в том Что 28 января В Кирове Было первое Публичное выступление Литературного клуба Верлибер В котором я состоял Причем Если говорить о перестройке Да Вот о Горбачеве Скажем Горбачев в конце Предыдущего То есть 85 года Съездил в Швейцарию Встретился с Рейганом В том числе Сказал великую фразу Что в Советском Союзе Мы больше не будем Осуждать По политическим статьям У нас были Помнишь статьи Там 190 Это 99 Я не помню точно уже их А я когда Мы как раз в конце Вот 85 года С группой товарищей Попали в цепки Лапы наших Будительных органов Имени КГБ Прошли значит Ну как называлось Беседы Такой длительный курс бесед И потом На выходе этих бесед Как бы Вместо того Чтобы вот так Как уже сажать нас Было больше нельзя Нам предложили создать Официальный литературный клуб И вот дату его Как бы дебюта Назначили 28 января В кафе Здравствуй Тогда только Молодежное кафе Открылось И получилось так Что вот эти даты Совпали Здесь в Кирове Родился клуб В Америке Сломался Разбился Челленджер Поэтому эту дату Я помню просто наизусть Вот Понятно Но ведь тогда Замечу Было Благородство Такое Со стороны Еще СССР Вот Вот сейчас Вот я сомневаюсь Если это благородство В том что Совет и ученые Предложили Называть Два оратора На Венере И именами Двух погибших Америанок Ристыма Олиф И Джудит Резни Вот Как бы Назван Ну сейчас Конечно мало Кто помнит Но вот событие Такое Ну из хороших Тоже не все Так Нет еще О плохих Надо Еще был Какой-то Выброс Из вулкана Вблизи Озера Ньяса И погибло 1700 Человек Граждан Амеруна Ну вот Вроде бы Последнее Мрачное событие Этого года Остальное Уже Все в принципе Не так Уже Сумрачно Вот Например На Гаити Рухнула 30-летняя Диктатура Династии Дювалья Малин И Док Да по-моему Ну там был сначала Папа Док Потом Бэби Док Да Они там это Долго довольно Да Вот были Массовые вступления Ну диктатура Конечно Она штыках Она В любом случае Долго не продержится Но вот я помню С этим Дювалья Это еще Когда По-моему Битлс прилетали Туда Гори И Вроде бы Жена этого Дювалья Там Хотела прием организовать И они По каким-то причинам Хотя встречали Там всенародная Любовь Ликование И все это такое Они отказались Там И все И моментально Вот это Посмели обидеть Жену диктатора И всенародная Любовь В секунду Перешла во всенародную Ненависть И бедные Битлсы Они просто бежали Там по какому-то Даже вот Есть эти Кадры Хронии И они бежали Самолету По какому-то Сетче Там Ограждению Ридор был сделан Когда там Толпа бесновалась И дали Это Пал И камни И в общем Сидели они В самолете Ждали Арестуют ли Или дадут вылет И потом В итоге Там У них Хепстайн договорился Заплатить Огромную Материальную Неустой И улетели И больше На этой Гаити Вот Этот режим Слава Богу Рухнул Ну вот Ноутбук Лежит перед тобой Ну вот этот Ноутбук Был в принципе Тоже в 86-м году Создан Первый Лэптоп А самое главное Да и фильм-то Вышел Потрясающе В этом году Тоже фильм ужасов Сигурни Уивер Главная роль Чужие Вот Черт возьми Вроде Недавно Смотрели Неужели В 86-м Вот умели же Снимать фильмы Я даже Вот Не могу Представить Что Из 2006-го Или что-то Вот Пройдет Провер Временем Что будет Таким Ультовым Фильмом Ну У нас У нас В СССР Конечно Все тут И в нашем Обкоме Держали Уши Наготове На макушке Улавливали Веяния Что такое Там у нас Устрение Перестрой И прочее И Ну Багатин по-своему Конечно Его же Все И не просто Назначили Ему для авторитета Денег дали Поэтому он тут Развил Ну Мы в прошлом выпуск И говорили В 86-м Это продолжилось Это строительство Спорткомплексов В деревнях В селах Точнее В райцентрах Из фанерных Клюша Это вот Доска почета Которая Изменила Весь вид Театральной площади А Вот Никто Сейчас никто Не объясняет Что происходит Почему За что Там Правительство Брали Почему Министр Почему Такую же Преданную Васильеву Попадью Тогда Тем более Они объясняли И все Догадывались Что делать Например Ельцин Он по-своему Проводил Перестрой И ускорение В Москве Он во-первых Снял всех Первых Секретарей Районов По Москве Назначил Вторых На их места Ускорение Не произошло Ничего Не сдвинулось После этого Он В 86 Году Он Приказал Строить Везде Ледовые Городы Чуть ли не В каждом Дворе Москвы А зима Была теплая В 86 И в Ирове Была теплая А тем более Сейчас у нас И льда не было Ему пытались Возразить А он тут же Негодовал Кричал Орал Топал ногами Вы не перестраиваетесь Не ускоряйтесь В итоге Там часть Оборонных Заводов Они Что-то Придумали И стали Лед Производить Остальные Бросились Покупать Лед У нас Покупают Наверное В Тюмени Там Такой же Лед Пытались Строить Эти город И но все Растаяло И перестройки Не произошло Не получилось Тем не менее Кстати Если говорить О Ельцине В 1986 году Он как раз Стал кандидатом Члены Политбюро То есть Где-то В начале Года Еще до мая Точно помню Чернобыля То есть Он как бы Уже Так Это Выплыл Немножко Вверх Возможно Как раз После Этих самых Попыток Перестроить Москву И у нас То же самое Везде На любом Уровне Будь ты Хоть Мелким Чиновникам Будь ты Первым Секретарем Ты обязан Был Доложить В чем Ты ускорился И как Ты перестраиваешься Вот помните Недавно Медведев Затеял Там Игру Солкова Нанотехнологии Там еще Был Термин Инновации И надо было Всем Вот это Слово Инновации Оно Во всех Чиновничьих Отчетах Оно Всюду Было Оно В газетах Инновации Инновации Там И прочее Вот Раз Медведев Сошел Нету Инновации Вот Тут Точно Тоже Надо было Мне очень Поздравилось Женя Ты даже Руководил Кружком Горнистов Барабанщиков Дворца Пионеров Был Конкурс Такой Знаешь Район Незнаменных Отрядов И вот В перечень Обязательных Вопросов Но там же Было не только Показ Как этим Ходят Как они Там Маршируют Как горнят И барабанят А в том числе Появился Новый Как В вашей Пионерской Дружине Проходит Перестройка Был такой Вопрос Мы задавали Знаменным Группам И знаешь Как ответила Первая же Знаменная Группа Они снова Встали Так в рядочком А потом Перестройсь И перестроились Вперед Ассистент Назад Стояли рядом Шеренгу Перестроились В колонну Вот так У нас Проходит Перестройка Я это Никогда Не забуду Было Очень Смешно Тоже Из той же серии Что всем Нужно было Отчитываться Как перестраиваетесь Да Тут и частуш И уже В народе Возникли Вся Эй матерная Там Что у соседа Что-то там Большое Я к нему Там Вот и перестроилась Я к нему Пристроилась Там И прочее Везде Я в УВД Работал Это ведь тоже На всех собраниях Там Генерал Мазурен Стучал Улаком По трибуне А вы перестроились С работе И нас спрашивали И надо было Ну да Вот если ты Продвинут Линию партии Надо было Включить Вот словечко Что в связи Ускорились По прежнему Участковые Отнимали Изымали Самогонные аппараты Были рейды Ну гнали же Все равно Потому что Вот хоть и сахара Не было Вспоминали Старые Бабушкины Рецепты Кстати Вот даже И в Ирове По статистике Вот первый год Антиогольной кампании Он Породил И явление Вот Они стали Раньше бы Не додумались Нюхать Леймамент Там Нюхать Стекломой Там Люди травились Теряли зрение Ой Там Жучего было Но тем не менее Стали Гнать Вспомнили Рецепты Самогонных аппаратов Это сейчас Вот мы дожили Самогонные аппараты Магазинов Наверное С дюжину Уже в городе На любой На любой вкус Гони не хочешь Вначале Их стыдливо Продавали Под названием Дистиллятор Они появились Их Рыболовец Их охоте В спортивных Магазинах А сейчас Рецепты Всюду Тогда Вот самогонный аппарат Бедно Участковый Ему надо было Ведь отчитываться Вот ты сегодня У бабок Отберешь А завтра Те нечем Тебя Потому что А ты вот Ну И он поэтому Сдавал Вначале Змееви Потом Бидон Потом Там Отстойни И еще чего-то По частям Штрафы Сахар Насчет сахара Женя Вот тоже Смотри Ты говоришь До рецепта Я прекрасно Просто Я мир помню Я сам тогда был молод Это требовалось Люди вспомнили Что оказывается Можно Например Сахар Заменять Той же Патокой А патоку Можно добывать Из той же Свеклы Которая была В завалом Из мороженной Картошки Делали Вымораживали Даже Даже без самогонного Просто вымораживали То есть Сначала Там она забродит А потом просто Пробродит Батарея А потом там Вымораживается Я думаю Такой опытный Автор книги Выжить в условиях Социализма Он знает Много рецептов Да-да-да То есть Народ очень быстро Сообразил Мыть он полон дрожи И все А сейчас и не надо Сейчас в интернете Все рецепты К тому времени Очень люди Очень быстро Успели сообразить Что изымают Самогонные аппараты А все методы Которые не связаны С самогонным аппаратом Аппарата нет Змевика нет То все остальные Как бы у тебя Уже и не изымут Можно делать И делали Кто как мог Да на деле Это было неистребимо И Даже До того времени Когда мужик В деревне Где купить Все Самогон гнал И в это время Видимо У него В охладителе Вода Закончилась И он побежал В полынью С двумя ведрами Приходит Там Два мента Сидят И протокол Составляет Давай Говори Все Есть Ну А что Вот я иду Смотрю Из сарая Дым идет Наверное Горит Я взял ведра Побежал за водой Тушить Прихожу Там два мента Сидят Самогон гонят В городе Слободском Был магазин Известный Винный В центре Почти В сторону Фабри и Белка Не центр Но Был Хороший Добротный Винный Магазин Вот он Закрылся В 86 На ремонт Закрылся Вроде И долго Тянули Там Вроде Думали Что делать И все Даже А удобно Был там Населенный Такой Район Все Вот И ходили Раз Открывается Магазин А вывес Сделай сам Хороший Анекдот Конечно Прекрасный Я понимаю Это исторический Анекдот На самом деле События Много было И смешного Много было Разно Ну вот А то Научился В принципе Выживать Выживание Вот Как только Не экспериментировали То Только что Я уже Это раз говорю Только что Дустом Не Посыпали Народ Но Тем не менее Прошел На подъеме В 86 Году 27 Съезд Партии Вот заставляли Учить были Политинформаторы То есть В любом ведомстве Собирали На заводах Там Цех Когда делали Там Перерыв На полчаса Или был Если там Круче договаривались Из общества Знания А если там Похуже Местный Обычно Сноязычный Политинформатор Который по газете Правда Вот он вещал О том О чем там Триндели На съезде Тогда Единственное Было полезное дело Ну сейчас тоже Все меняют Тогда Убрали За ближайшие Повест И строительство Коммунизма Да это вот Как раз То изменение Которое внесли На 27 съезде Прервемся На полтора минутки Рервемся Сделано в ветке Продолжаем программу Сделано в ветке У нас в гостях Евгений Питунин История Крайвет Руговодитель Музея Вятского Госангенститета Да продолжаем Остановились на чем Что коммунизм отменили Коммунизм отменили Да официально На 27 съезде Хотя он уже К 86 году Уже 6 лет Должен наступить На что-то он не наступал Видимо Вот Заменили этим Плюрализм Да Плюрализм И прочим А вот Кстати мало кто помнит Что Вот несмотря на съезд И прочее Там Вот Надувание еще Там Горбачевым В этом году В 86 Он Мог бы быть Арестован И посажен Запросто Потому что Ну сейчас уже Подзабытый Виктор Илюхин Член легии Прокуратуры СССР Подписал Постановление О возбуждении Уголовного дела В отношении МС Горбачева По 64 Статье Уголовного ОДС РСФСР Измена Родине Кстати За признание Независимости При Балтийских Республиках Вот А Чем закончился 6 ноября Илюхин Был просто уволен Из прокуратуры Вот Горбачев Остался На своем месте Ну Илюхин После этого Довольно долгое время В политике был Поэтому фамилия известная Запомнилась В этом же году Был принят закон Об Индивидуальной Трудовой Деятельности Ну вот Стали Появляться Первые Кооперативы Да Ну уже Шла реформа Появлялись На базе государственных Хозрасчетные предприятия Как бы То есть Переводили на хозрасчет Это тоже было Да У нас еще И не дошло До Ирова Это в 87 Уже Первые Кооперативы Первые Там вареные Джинсы И прочее Ну и параллельно Шло Постановление Совета министров О мерах По усилению борьбы С нетрудовыми доходами То есть С одной стороны Давай что-нибудь Делай Легально Создавай кооператив И работай А так как раньше Цеховиков Стали немножко Посильнее прижимать Да В этом же году В 86 Горбачев Позвонил Лично Сахарову В Горь А Сахаров Находился Академия Сахаров В ссылке В изоляции Потому что Горь и Дей Иров Был закрыт Закрытый город Для иностранцев Вот тем не менее Горбачев Лично позвонил И сообщил О разрешении Вернуться В Москве И Сахаров И Бонмер Возвращаются В Москву Ну и самое Это главное Событие Года Конечно В 86 Именно В 86 Году Во время Телемоста Ленинград Бостон Прозвучала Оральная фраза У нас в СССР Секса Нет Это опять же 86 год Эта фраза до сих пор жива Многие уже даже не понимают О чем речь Но фраза в СССР Секса не было Вот сейчас уже говорят Да Потом все это Уже тысячу раз писали Оправдывались Переначали Что это из Теста вырвано Ну Сказанного не вернешь Нет и нет Ну и в конце концов Это было на самом деле Весело Понимаешь Это хорошо прозвучало Что ж в Ирове У нас Кстати Вот Да Вот я опять же Про Чернобыль Вот Была Такая В стране Ну Нищета Не нищета Но Тотальный дефицит Вот особенно Он обострился В конце 80-х В 86-м Уже Когда Вот произошел Чернобыль Взрыв Вот Припять Расселили Вот Я говорил Что жена Вот этого Погибшего Чернобыльца Вот реакция Она Приехала Вначале В Иров На что И весьма Хамски Ответили Что Мы вас Туда Типа Не посылали С какой Стати Мы должны Но после Хождения По инстанциям Тамаре Тамара Звали Ну и сейчас Она есть Ей предложили Квартиру В доме Который Еще строился Это вот дом Где Дес и мир Вот На углу Атермсомольской площади А этот дом Еще видимо В 86-м Толь Заложили Вот Особенно Ту часть Которая Идет По Амсомольской Улице И в итоге Конечно Тамара Уехала В Москву Где ей дали Вратировано Хорошо В МШС Но Вот я Чему о бедных временах Это было безумие То что Им дали вернуться Она приехала С двумя детьми В Иров Ей дали вернуться Она ведь вывезла Всю мебель Оттуда Был вот Советский Музыкальный центр Радиотехни Это был Из Припяти Тоже вывезен Я бывал в этой квартире Я спал на этой Кровати из Припяти Я вот слушал музыку На этом центре И я не знаю Вряд ли эта мебель Была потом выброшена Она Наверное Все равно Продана Была Мало того Что возвращались Хозяева Вывозили и жили Из-за дефицита Потому что Банальнейшей мебели Там Какой-то стен Или диван Упить Было во-первых Очень дорого Во-вторых В 86-м Просто практически Не найти Я же говорил Что я Записался в мебельном магазине У трамплина На мебельную стенку И мне дали открытку Через 10 лет Явиться Там ваша очередь Дойдет Да мало того Там Стали налетать Уже чуть ли не с 86-го года Когда еще под шумом Там Непонятно Было Вот после Самого Взрыва Там Люди Мигрировали То ли Это были Нанятые работники То ли А то-то Приходили Мародерничали Вплоть до того Вот не поверите Отдирали Афель Со стен Домов Облученных Вот Обивали Видимо Этот клей Афеля И продавали Эту плитку И поэтому Все дома стоят Сейчас многие уже Афели Они продавали Сантехнику Раны Все из этой Припяти Это была Не знаю Огромная Мародерская Река Разных предметов Которая рассосалась По нашей стране И кто-то сейчас Может спит Упил мебель В эмиссионном магазине Диван или шкаф Из Припяти Вот Были Старые Кадры Хроний После Ликвидации Вот Самых первых Последствий Были огромные Поля Где стояли Зараженные Радиации Облученные Вертолеты 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 Тан И Тан И БТР И БТР И там Ну Эти Составы Поезда Там Мотивы Эти тепловозы И недавно Где-то Прозвучало Вот видимо Снимались Вадрооптера Нету Ничего Эти голые поля Вся эта техника Исчезла Просто Часть Была В Украине Часть Видимо На территории Беларуси Но Тем не менее Вот откуда Кто воюет Во всех этих Республиках В Сирии Там В Ливии Думаете Там у них И уж Новые Титан И Это вертолеты Вот Думаешь Они на металлолом Же Явно сдавали А с остальными Тоже происходят Чудеса Там Ну Если верить Конечно Документальным Таким Фильмам Или блогам Что Сами по себе Без моторов Эти Возбуждаются Тепловозы Начинают Переезжать С одного места На другой Ну Это мы уйдем Просто в дебри Мы совсем Не поговорили О том Что же у нас В Ирове Происходит Ну Были события И в Ирове В том числе И заметные В 86-м году Вступило в строй Первое здание Областного Тубдиспансера На 340 Ой Давно Давно Назрела Необходимость Встроить Достаново Тубдиспансера Старый Находился На Частично На улице Воровского Частично На Прямо Напротив Здания Городминистрации Как раз Можно сказать Жил Во дворе Туда Дальше Это было Старое Дереволюционное Деревянное Здание Там Красивый Вход Отличалось Оно тем Что Была Там Рядом Пивная Называли Утуби Потому что Больные Они прямо В полосатых Пижамах Бегали За пивом И пускали Их Туда Без очереди Вот А в 86-м Этот Тубдиспансер Решили Закрыли Думали Что делать И сожгли Это был Величайший Остерный Весь город Но Было Оцепление Конечно Они пускали Туда Близ Красиво Горел Целые Сутки Вот Наверное Это у нас Единственный За всю историю Города Случай Когда Уже Разбирать Ну Конечно Столь Наверное И бацилл Там было И всего Что решили Сжечь Видел я Этот пожар Наверное Так Красиво Потом Горел Эфис-прибор Уже В позднее время Ну Теперь Там Высится Здание Медицинской Академии И как бы Уже Многие Забыли Что там Когда-то Был Диспансер Ну В 86 Году В принципе Началась Гренландия Прошел Первый Фестиваль Он еще Имя не Получил Гренландия Вот Тогда Это было Наполовину Такое Самодеятельное Мероприятие Я помню Что люди Там Рубили Плоты И на Плотах По Быстрице Справлялись На эту Поляну Вот С той Поры С 86 Года В принципе Люди Съезжаются Тысячи людей Ежегодно Он не теряет Своей Значимости Вот И Наверное Еще долго Продержится Но состоялось Торжественное Открытие Городского Клуба Ветеранов В нашем Городе Это тоже Видимо Заслуга Абратино Потому что Это был Первый Городской Клуб Ветеранов Вообще В Советском Союзе Вот На излете Создали Ну Ветераны Надо Понять Что были Те Кто Немного Ровнее Чем Чем Другие Но Тем Не Менее Все Открылся И Задумались Были Плюсы Баркатинского Правления Я Я Помню Такую Довольно Бой У Полемии Что Жить Дальше В 86 Году В Ирове Насчитывалось 964 ветхих Дома Жить в которых Было Практически Невозможно Но Люди Жили А Многие Дома Представляли Историческую Ну Или Архитектурную Ценность Вот А город Уже Фактически В это Время Расти Не мог Там Уже Подальше В стороны Хотя Сейчас Все эти Перерисовали Границы Города Тогда Видимо Было Строго Вот Надо Было Застраивать Внутри В 86 Развернулась Дискуссия Вот Народ С нетерпением Ждал Что Оставить 964 Музея В городе Это Нереально Тем более Ветхих Все Так Вот При Братине Было Принято Решение Начать Снос Хотя Там Было И вопли Их То Сразу Что Под снос Попадала Деревянная Церковь Где-то На Розель Симбург Где-то Дом А он И сейчас Еще До сих Пор По-моему Стоит Деревянный Где-то На Мопро Ближе Ленина Вот Ну Снесли Тем не менее Вот Процесс Пошел Это Неизбежный Исторический Процесс Вот В 86 Году Конечно Город В основном Был Избавлен От Барафа Деревянной Застройки Улицы Это И Свобода Володар Они Они Получили Продолжение С Выходом На Профсоюзную Хотя До того Времени Был Шанхай Деревянная Трутар И Прочее Вот Перестрой Это Перестрой Но Понимали Что Действительно Кое В чем Застоялись Надо Было Что-то Менять Ну Вот Я уже Говорил Что Конечно Сильный Город Если бы Сейчас Мгновенно Перенестись Отличался Вот Уже Тут Магазин Детские Товары Что-то Сейчас Про него Писали Что Он После Ремонта Лучше Не Стал Вот Тогда Еще Строились Крылья За Мостом На улице Воровского Уже Начинались Там Были Редкие Дома Современные Были уже Деревянные Слобод И слобод И были Поля Там Это вот Незаметно Незаметно Город стал Вдвигаться Вот И Появился Целый Юго-западный Район Вот А начало Видимо Тоже Следует Отсчитывать От 86 Нет Ну Юго-запад Как бы Со стороны Московского Начал Строить Еще В конце 70-х Потом Уже Просто Туда В сторону Воровского Конева Оформился Вот этот Район И дальше Ну В 86 Была Открыта Школа Номер 8 В городе Вот Дай бог Памяти Где Это Ну Поздравляем В любом случае В любом случае Да И Была Запущена Первая Партия Пламбира Забава А я его до сих пор Люблю Наверное До сих пор Его Любят И все Был открыт Чумбулатский Рьер Ну в смысле Как предприятие Как предприятие Там собирали Подписи Он конечно Нарушал Логию Нарушал Там что-то Такое У меня приятель Один Ихтеолог Обработает Они подписал Разрешение Его быстренько Уволили Из-за этого Ну народ По-прежнему Был бум Записи На магнитофонах Лимб Были Виниловые Пластины И время Народ проводил Под песни Свеча Машина Времени И но уже спели Видели ночь Гуляли всю ночь До утра Агузарова спела Свой Ленинград Кузьмин Свою Симону Ротару Свою Лаванду Которая не существует Горной И прочее Ну и Самые продвинутые Они что-то Слушали Европу В Финнел Таунтаун Там звучало Из каждого Его уже показывали По утренней почте Вот такой год Вот такой год Время кончилось И год закончился У нас одновременно Жень спасибо До встречи в 87 Я думаю он тоже Да там по крайней мере Без катастроф Всего всем доброго Спасибо Сделано в ветке Редактор субтитров А.Семкин